В Вилейском районе добыча песка оказалась важнее археологических объектов. Участок земли под карьер выделили прямо на памятнике Железного века. Древнее жилище практически уничтожено, а историческая наука лишена сотен артефактов. Почему игнорируются нормативно-правовые акты в области историко-культурного наследия? В проблеме разбиралась Елена Бормотова. Пешаные следы дыгурбы добро видать уже на подъезде до Арпы. Минавито у полтора километрах от самой вёске знаходится городище Железного века. Старожитное поселище наших протков, які заселяли гэтые земли на рубяжи Старой и Новой эр. Новокулцам было вядомо яще у 19-м стагодзе. Больш таго археологичный объект занесены у районную книгу память. Помник мясцового значения сёння Амаль знищены. Коли казать по щирості, на великий жаль городище бельмі моцна пошкоджена. Там зняты Амаль на всей площади культурный пласт. По всей поверхні валяются археологичные артефакты, які з'являются власностью державы. Серьёзное порушение законодавства. С добыча пяску на карьеры спынена. Рышткам городища пакуль нічого не погражая. Их это насёння галуна. А далей разбираться у ситуации справа компетентных органов. Самое головное порушение было допущено минавито у районе на этапе выделения участка для распрацовки под карьер. Об проведении работ на городище Железного веку мясцовые улады доведались только от супрацовников Института гистории Национальной академии наук Беларуси. Мы не ведали, покой до нас не приехали представники Института гистории. На той момент, коли распрацовывалась проектная документация, на этапе узгонения повинны были заказчики звернуться. На той момент, где ничего не кодекс об культуре, а постанова Совета Министров номер 651 от 2002 года, яка так само девятым пунктом предуглеживала, что любые работы земляные повинны после узгонения. Такого узгонения не было отримано. Дробные фрагменты керамики знаходят литерально под ногами. Бульдозерами сняты культурный пласт, там, где, звычайно, знаходятся уси артефакты. Проведена выкорча у кадры, уси работы повинны были проходить выключено под наглядом из дозвола археологов. Сгодно с дейшим законодавством у Галине Аховы, гисторико-культурной спадщины, выделение участка для проведения яких-нибудь работ немогчима без археологичной экспертизы и без заключения Института гистории Национальной академии наук Беларуси. Гэта сусветна вядомая практика. Тут такого дозволу отримано не было и вядома археологичную экспертизу так сама никто не проводил. Экспертиза дозволяет не просто заховать помники археологии, али и провести навыковые мероприемства по выучению артефактов. Для навыковцев у нас высшей важные детали. Не просто сама находка, а на какой глубине она залягала, что находилась побачь, рештки жилья, майстерницы, господарчая побудовы. Просто пошук артефактов – это больше нагадывая коллекционирование. Сегодня существует два варианта выретования объекта – консервация или детальовые раскопки. На полову пошкодженное городище, подкопанное с одного боку карьером, по-моему, геологичными процессами оно уже начнет обсовываться. Тут лучше бы выбран вариант максимальных раскопок. Консерватория решения по коль не принята. У любом выпадку археологичные раскопки будут проводиться. Не ранее за красавик. До этого момента работы на карьеры спынены. Алена Бурматова, Виталь Селяуко и Дмитрий Гаркуша. Агентство Телена Вин.